И вы это сказали. И вот вопрос психосоматики, нейролингвистического программирования в детской дерматологии имеет ключевое значение. Потому что мы работаем с семьей. С папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой. И поэтому с ними нужно постоянно общаться. Мы сегодня поговорим про ампиадермию. Вы частично уже коснулись этого осеннего, например, времени. И мы с вами знаем, что это большая группа дерматологов. И, к сожалению, у детей бывает достаточно часто, потому что у детей познавательный образ жизни. Они всегда ползают по полу, берут в рот все, что попало. И часто возникают и пиадермии, и, как уже говорила Ольга Борисовна, и вирусные поражения кожи. Какие цифры я могу дать гарантированные? Цифры нашего педиатрического университета. Я имею честь служить в педиатрическом университете всю свою жизнь. У нас уже на сегодняшний день два отделения кожных в рамках многопрофильного учреждения. И мы видим, что, например, конечно, основное место – атопический дерматит. А вот пиадермия – от 3 до 7%. Но ведь это тяжелые формы пиадермии встречаются в нашем стационаре, вот, например, в течение 3 лет. И, как правило, атопический дерматит вначале шифруется как атопический дерматит, а потом как осложнение, осложненная форма – вторичное инфицирование. Поэтому мы видим, например, атопический дерматит 34%, в 17-м году, а в 19-м уже 46%. Вот именно здесь и кроется. Правда, надо не только ухаживать за пиадермией, убирать инфицирование вторично, но и ухаживать за сухой кожей, о чем как раз сегодня говорила Ольга Борисовна как провоцирующий фактор наслоения пиадермии у детей. Конечно, классификаций много пиадермии, но стратегически они бывают первичные, как и первичные элементы, так и вторичные элементы. И вот как раз часто летом же укусы комаров, муравьев, на даче повреждения, часто приводят к тому, что развиваются вторичные пиадермии. А вот по этиологическому принципу они бывают как и стафилококковые, так и с рептококковые. Но в детском возрасте чаще всего это смешанные формы пиадермии. И мы видим, что бывают варианты и фолликулитов, и импетигу, импетус, молниеносное наслоение вторичного инфицирования, так и вплоть до псевдофрункулов, например, финглера и гидроденита. Гидроденита суператива, но мы об этом сегодня говорить не будем. И когда мы говорим про диагностику пиадермии, то, конечно, это наличие какого-то отделяемого, либо гнойного, либо какая-то вокруг воспалительная реакция. И классические симптомы воспаления, вы знаете, боль, отек, гиперемия и локальное повышение температуры. Именно поэтому мы должны всегда пальпировать этот очаг поражения и чувствовать локальную температуру. В отношении возбудителя, конечно, можно сделать бак-посев, и нужно его сделать, но время, мы теряем время, надо сейчас помочь пациенту. Мама пришла, она хочет сейчас волшебную палочку. И поэтому мы вспоминаем классическую пропедептику кожных болезней. Если мы говорим про стафилококк, это связано с сально-властином фолликулом. Сюда гнойный, желтый, это напряженный элемент, покрышка плотная. Я называю такие выделения окопные фактически, потому что в окопе появляются у солдата, хотя это тоже может быть. Но данная ситуация распространяется в глубину сально-властином фолликула и не склонна, прежде всего, к стриянию. Это нужно запомнить. Если мы говорим про стриптококк, это ползучие поверхностное поражение, вялые эти фликтены и не связанные с сально-властином фолликулом. И кислот какой? Сирозный. Поэтому мы, конечно, должны применять такие препараты, которые будут перекрывать и стафилококк, и стриптококк. Когда мы говорим про историю пиодермии, конечно, мы все вспоминаем и того же Флеминга. Но на самом деле не Флеминг нашел пенициллин, свойство его. Нашли его в Петербурге. Но на 60 лет раньше Вячеслав Алексеевич Моносеин и Палатепна Балисия Герасимовича, которые применяли его для лечения, как писали, например, отчирев, трофических язв и, например, сифилиса. Помогало при сифилисе и трофических язвах, не помогало. А при чири, конечно, помогало. И вот мы видим эти акварели классические, когда в то время были мощные пиодермии, и тогда уже делали эту эмульсию, снимая вот этот вот магический гриб с, например, с апельсина, формировали суспензию, например, с маслом и наносили белый человек такой кисточкой на места поражения. Я вот такие вам сейчас специально сделал несколько фотографий. Это вот, по сути, лифт времени. Вы оказались сейчас в наше время. Но посмотрите, акварель сделанная 200 лет назад. А что изменилось? А ведь ничего не изменилось. Мы видим те же самые бляшечные микробные экземы, которые постоянно возвращаются к пациенту. Если вы знаете причину, это не экзема. Если вы не знаете причину, это экзема, она и есть. Как хорошо было сказано в те веках. Вы посмотрите, какое название. Impetivo figurato. Этот латинский язык – это кооперативный язык нашего с вами общения. Мы видим в прошлом такие же поражения, и в день сегодняшний. Эти чешуя корки формируются на волосистой части головы. Конечно, мы думаем про варианты какого-то супрессии. Иммунодефицит первичного или вторичного. И поэтому, конечно, приглашаем таких пациентов, таких пациентов иммунологов. Поэтому мы, сколько Борисовна, убеждены, настоящее отделение дерматологическое для детей должно быть в рамках многопрофильного стационара. Есть другие смежные специалисты. Ну и, конечно, видим классические микробные экземы и в прошлом, и в сегодняшний день. И вот это пиодерния, стрептостая филококковая, желтая лимонная корочка. И, конечно, эксклюзативно-катаральный диатез. Это же есть атопия, младенческая стадия, в которой наслаждается вторичная инфекция. И вот прошлый день сегодняшний. Я специально подобрал эти две фотографии. Классический пациент с атопическим дерматитом, у которого сверху легла вторичная инфекция. Конечно, на вороженных есть немножко другие формы пиодернии. И чаще всего это, например, визикулопустулез. Мы видим такие классические пустулезные элементы на гирепилимированном основании. Это и эстерфилококковая пустула. Вначале была белая подничка, а потом кристаллическая. Потом появилась красная подничка, потому что неправильно ввели таких пациентов. И мы прекрасно понимаем, что здесь хорошо подсушивать нужные элементы. Подничка от того, что возникает нерациональное укутывание ребенка. У него еще нет нормальной терморегуляции. Мама его переукутывает. Он потеет. И возникает, конечно, подничка. И поэтому там хорошо работают препараты, содержащие или танин, или цинк топически. Но, конечно, чтобы была обязательно аэрация в этом месте. Бывают такие, конечно, псевдофрункулы, швенглера, именно в области шеи. Потому что это же... Мы понимаем, тут нет стержня. Кремопотовая железа. Нет флюктуации в этом месте, сержневой. Но есть поражение в области шеи. Потому что у ребенка короткая шея. Он не чиновник сидит в кабинете с короткой шеей. Нет. У него еще просто избегин на шее позже появится. А сейчас у него просто анатомо-физиологическая особенность с изменением ПАЖ в этой крупной, конечно, складке, где, может, еще и кандидозную инфекцию лечит. Но, конечно, бывают инфикоидные поражения, более крупные, более напряженные пузыри в крупных складках, вокруг естественных отверстий. Или вот такой вариант. Там мы видим поражение ладоней. Можно подумать со стопами, что-то лакированное поражение при враженном сифрисе. Но нет. Нет пузырей. Другой элемент. Какой? Пиодермический. В роддоме, значит, что? Новорожденный в названии. Нет несколько пациентов. Значит, эпидемия. Первичный элемент – пузырь. Эпидемическая пузырчатка. Новорожденный. Очень просто ставится диагноз. Потому что мы же видим, что вялое эти проявления в области крупной складочки лектена. Но что важно? В отличие от рептококкового импетига, на поверхности эрозий корок не образуется. Конечно, если работа должна системно назначать и цеприксон системный, и флуконазол, потому что обязательно ляжет какая-то инфекция. Обязательно ляжет инфекция в виде кандидозной. Ну и, конечно, изолировать нужно этих детей. И от мамы, к сожалению, и от других. Значит, будет эпидемия в этом роддоме. Безусловно, бывает более грозное осложнение. Сидром 4С, например. Потому что, видите, видим положительный краевой симптом Никольского. Но что важно? Не наблюдаются поражения слизистых оболочек. Конечно, мы должны думать про лаэла. Но мы сейчас знаем, что, слава Богу, есть гормоны. И что говорил лаэл? Если ребенок не умер, это не лаэл. Очень грустные слова. А сейчас есть гормональные препараты. Ну и, конечно, появились варианты черничного кекса, блюберри-мэффин. Потому что часто матери могут внутрь перенести беременность, например, коревую инфекцию. И возникают такие экстрамедулярные очаги кровотворения. Конечно, мы верифицируем с гистиоцитозом Х, безусловно. Мы верифицируем с лейкозом. Смотрим гепатаспленомигалия, есть ли у ребенка. И потом принимаем выбор тактики в день пациента. И в этом алгоритме всегда мы должны думать о чем? Терапия должна быть какая? Системная? Или комбинированная? Или только топическая? Конечно, из препаратов вы знаете антисептические, антибактериальные, которые применяем наружно. Если поражение кожи, например, поверхностно, мы не нашли золотистого стафилококка, например, в калии, где мы ищем обязательно условно патогену, например, миклофору. И, конечно, антисептические препараты чем хороши? В них не возникает антибактериальная, например, резистентность. Нам это очень нравится. И, опять же, безопасно для ребенка. И высокий очень комплайнс у этих препаратов топически воздействующих на очаг поражения. И вот в нашей линейке появился в наших возможностях, в наших палитрах, кроме зеленки, йода, у корцина, синьки, появились прекрасные препараты синтетические неотонины. Потому что есть форма крема, есть форма спрея, а есть форма лосьона. Для нас, дерматологов, чем больше будет у нас форм, тем больше будет эффективность этого препарата. Потому что на влажное, влажное, раздраженное не раздражает. Наш принцип работы. И поэтому, если видим мокнутые, конечно, это лосьон в суспензе. И на экзему прекрасно нанесем, чтобы не было вторичного инфицирования. И можно нанести, опять же, на, если мы видим, ветрянку. Отлично работает при ветрянке, подсушивая. Не ходит бедный ребенок в зеленке, а ходит он спокойно в этом, в белые элементы, играет в божью коровку. Конечно, тут присутствуют, видите, формы и цинк, и полидоканол против чувства зуда. И есть форма, видите, спрея на большие поверхности. Дисперсного нести. В чем идея? Танин обладает противозубным эффектом, вяжущим, вот тем самым, антимикробным против затистого степилокока и селептокока. И регенерирующим. Надо же эпитализировать все эти поверхности, чтобы не было экскориации дальше. А вот как снять зуд? Полидоканол, он тоже срабатывает. Получается, против зуда работает и полидоканол, и синтетический танин. А оксицин, ковянущий, подсушивающий, мы применяем его уже много веков. И мы знаем, что есть зуд, который провоцирует, инфицирует. И вот зуд бывает, даже сейчас слушают аллергологи, гистамин зависимый, тогда логично. Есть гистамин независимый, а есть зуд провоцируемый какими-то стимулами, болью, температурой, волокнами. И вот здесь не будет работать на гистамин независимый зуд антигистаминный препарат. Поэтому это сработает таким препаратом, который будет работать. И здесь как раз полидоканол будет оказывать действие и на гистамин независимый зуд, и анестезирующее воздействие на зуд, провоцирующий доложную боль или либо температуру. А сам танин будет ингибировать в освобождение гистамина. Таким образом, опосредованно противоевозудное действие обусловлено именно антибактериальным воздействием на золотистый стафилококк. И, естественно, раз мы уменьшаем колонизацию стафилококк, уменьшается количество токсинов, суперантигенов и уменьшается количество, например, этого зудящих элементов. Ну, а сам танин, почему мы применяем этот чай очень давно? И кору дуба раньше применяли, дубильную эту кислоту. А потому что это коагуляция белков клеточной стенки микроорганизмов, участвующих в адгезии на поверхности кожи. Вот у меня есть книги за моей спиной 900-го года, например, 1916, хотя еще есть и 16-го века, так вот там, например, в начале позапрошлого века везде написано танин на эти элементы зудящие. Ну и, конечно, мы поводим клинические исследования, подтверждающие его эффективность. Я вам показываю несколько исследований, когда вот танин быстро убирал зуд в течение 5 минут после применения и держал это состояние противозудно в течение нескольких часов. Самое важное, его можно применять в сочетании с другими препаратами и, опять же, с рождения. Вот, например, исследование, когда мы сравнивали с эффективностью фукорцину, когда была первичная или вторичная поверхностная пиодормия. 50 пациентов это очень приличное количество пациентов. Ну и, конечно, две группы пациентов на неотонине и на фукорцине. Как раз группа ведь неотонина по сравнению с группой фукорцины продемонстрировала снижение, например, болезни в 4 раза. Уменьшение жжения понятно, что значительно было лучше, значит, в 3 раза. Интенсивное зудо уменьшилось в 2,5 раза. Но, конечно, эритема, раз не зудо, то уменьшается эритема. Это же логично. Вот, поэтому это доказывает его эффективность. А далее, что важно? Репутация. Если препарат имеет репутацию хорошую, то и наша репутация тоже будет расти в глазах пациента и нашего внутреннего голоса. Мы что-то делаем через, пропускаем все равно через сердце все эти клинические случаи. Конечно, в отношении, например, вы видите, что корки регрессировали 3,5 раза, потому что их не скарировали. Трещины, потому что была эпитализация уменьшилась в 2,5 раза. И отечность, соответственно, уменьшилась. Ну и, естественно, регресс был в площади поражения. Это логично. В 5 раз, по сравнению, например, с группой фукорцин. Но мы, конечно, применяем тоже фукорцин в каких-то местах, где нет неотонина. Но это же, но все равно была как можно больше возможностей у нас с вами. И вот вы видите, что, например, в группе неотонина врачи отметили, сами врачи, хорошую, позитивную динамику. Конечно, видим клинические случаи до лечения и через 8 дней. Мы применяем при по-прежнему в нашем педиатрическом университете и теосульфат натрия, и кальция, и глюканат, потому что мы знаем, что он прекрасно работает, особенно прекрасно в дермографизме некоторые говорят, что это прошлый век. Нет. Это опыт наших учителей. Нельзя от него отказываться. Потому что в детской дерматологии, в отличие от взрослой, от простого к сложному. От поверхностно действующих глубоко действующих. От концентрации низкой концентрации высокой. Есть, конечно, исключение из правил, например, врожденный эфтиоз. Да, там сразу до 5 миллиграмм мы даем преднизоломы. И прямо с первых дней. Потом постепенно снижаем возрастной базировку. Ну, или там какой-нибудь лоер. Вот отдельные истории, конечно. Ну, или вот здесь мы видим хороший эффект. Вот мы еще применяли тут, конечно, препараты в форме заскорима ультра. Потому что обязательно применяем у детей и ферменты, и пробиотики, и, конечно, энтеросорбин. Под контролем, условно, условно-патогенной микрофлоры. Ну, и вот здесь нетанинспрей плюс лосьон. До лечения, через 6 дней, заметьте, это была инфекционная микробная экзема. Никакого системного антибиотика. Хотя очень и очень всем хотелось. Я очень доверяю Шлевко Эрине Леонидову. Это лучший специалист по дерматоонкологии, прекрасный ученый. И, конечно, их результатам этого Нижегородского университета мы доверяем полностью. То же самое здесь, посмотрите, Кондратьева Юлия Сергеевна. Это Барнаул. До лечения, через 7 дней, через 13 дней. Хороший клинический результат. Кацифоргонант, антигистаминный и неотонин. Здесь более старшие, конечно, подростки, 19-летние. Конечно, было мокнуть. Конечно, назначали уже варианты именно спрея и эмульсии. Уже потом приходили на формы крема. Здесь, пожалуйста, монотерапия была 3-4 день неотонином. До лечения, через 7 дней, через 14-20 дней. Ну и, конечно, здесь, посмотрите, вот такой вариант, и пиодурмия, артифициальный дерматит, и монотерапия кремом дала хороший результат. Здесь спрей был не нужен. Эмульсия была на всем не нужна. Еще не Ольга Борисовна показывала, например, варианты поражения акральные. Кстати, там тоже будет хороший результат при применении такой монотерапии на креме. Можно провести своему пациенту исследование две руки, поэтому одно одним препаратом, другую другим препаратом, потому что ничто так не убеждает, как собственный опыт. Ну и, конечно, здесь хороший результат. Ну, безусловно, здесь уже подключали, и вы видите, системную антибиотикотерапию, потому что без цепторексона в этой мощной бляшечная микробная экземия раздраженная была вариантов мало у нас. Ну и, конечно, здесь мы видим расчет с успен с 10 раз в день плюс системной антибиотикотерапии с хорошим клиническим осложнением результатов. Мы видим, что пиоаллергия, пиоаллергия ушли. Не очень нравится это слово пиоаллергия, раньше чего слово микоаллергия. Ну, конечно, здесь хороший результат мы видим плюс системная антибиотикотерапия, поражения интерэтрегенозного. Ольга Борисовна любит эту тему. Там и малосезия, там и кандида, там и стафилококк, может быть, и стриптококк, конечно. Все может быть вместе, комбинированно. Так это и есть интертриденозная, что там есть складка, там есть изменения, паш в этом месте. Ну и, конечно, здесь хороший результат. Это не спрят 4 раза в день. Ну и, безусловно, раз кожа сухая, не забываем кожу увлажнять современными эмалентами. Есть много линейок. Пожалуйста, можете использовать эту линейку для жененого хода липобейс для нормальной, сухой, чувствительной кожи. Видите, уже есть форма даже эмульсии для тела. Есть, естественно, форма, видите, и крема, и бальзама. То есть мы выбираем любую форму в зависимости от остроты процесса. Есть масло для купания, есть детский крем. Поэтому вот эта линейка уменьшает риск развития атопического дерматики. И мы знаем, что современная дерматология рассматривает уплажняющие средства эмаленты как базовую терапию. Это уже не дерматокосметика, это уже лечебная косметика. Но в липобейс линейке, видите, есть и церамиды, которых не хватает, и фитостеролы, и масла, и мочевина, которая применяется очень много времени. Больше 100 лет. Даже в книгах прошлого века и позапрошлого есть варианты, которые применяют, я даже специально сейчас нашел, назывались эти уретаны, так называемые препараты. Ну и мы видим, что здесь есть форма гипоаллергенная, не содержит парабенов, не содержит минеральных масел и силиконов. И, естественно, PH этого препарата тоже соответствует PH кожи. Но если у вас остались вопросы, в завершении своего доклада я показываю новую книгу, которая выходит буквально через полтора месяца. Книга по детской дерматологии. Наша кафедра учла опыт наших учителей. Нам уже 96 лет в нашей кафедре. Первая кафедра в мире по детской дерматологии. Называлась профилактика венеризма раннего детства. И здесь 700 страниц. И под руководством нашего завкафедры Гарлана Ларисановича мы обобщили опыт нашей кафедры. Конечно, учли и мировые, и европейские последствия публикации. И здесь очень много фотографий клинических, клинический разбор и назначение тех или иных препаратов. Поэтому читайте, получайте ответы, потому что лучший друг наш – это, конечно, книга. И я рад, что мы с Ольгой Борисовым это понимаем и надеюсь написать совместную книгу с Ольгой Борисовым. Благодарю за внимание.